Undertale. Да, здесь же ещё и срюкой можно быть. Вначале Флауи нам говорит, что концовка как бы класс, и лучше бы не сбрасывать игру. Но я уже пропитался этим злым вайбом, так что бе-бе-бе. Наш чел возвращается, чтобы навести шороху. Да, для удобства я Фриск так и буду называть челом. Встречаем Флауи, и в этот раз я не куплюсь. Но и Цветок понимает, что мы, похоже, уже прошарены, что тут да как. А, это так происходит? Снова пытается убить ребёнка, но приходит коровка. Ой, то есть козочка Ториэль. Да, меня в комментариях поправили, Сэрэн. Но с другой стороны, она ни разу не сказала бе-бе, так что откуда я мог знать. Далее она также проводит по руинам, встречая манекен. Он просто себе стоял спокойно, никого не трогал, но мы такие, вжух! И Ториэль такая, ты фигурак, что ли! Потом она снова просит подождать, но я же бе-бе-д-гай. Так что я не послушаюсь. С этого момента начинается самое интересное. Как мы помним, на нас иногда нападают монстры. И можно подумать, что чтобы выйти на концовку геноцида, нужно просто убивать всех, кто тебе попался. Только вот это заблуждение. Потому что по идее, тебе... Надо убивать именно, видимо, ну, каких-то ключевых персонажей, да? Тебя можно оправдать. Ты жертва, на тебя напали. А ты просто самооборонялся. То есть даже убив всех монстров, что напали на тебя при твоем обычном шаге, ты выйдешь на нейтральную концовку. А-а-а! Геноцид же подразумевает использование этой механики по полной. Теперь ты не просто проходишь локацию за локацией. Тебе буквально нужно ходить по комнате в ожидании, когда на тебя нападут. А-а-а! Чтобы вскоре убить монстра. На локации ограниченное количество монстров. Поэтому, когда ты убиваешь всех, то веселая музычка пропадает. И игра каждый шаг напоминает, что все здесь пусто. При убийстве мы, конечно, получаем опыт. Набрав определенное количество опыта, уровень повышается. А значит, хп растет. Нихуя, я вообще даже не знал, что тут есть хп, левел какой-то. Правда, очень нравится эта задумка. Игра всячески держит тебя подальше от насилия, а ты как бы используешь безобидную механику, чтобы всех истребить. В доме Ториэль тоже ничего нового. Она все так же не пускает чела. Но ему-то и разрешения не надо, он сам пройдет. А-а-ой! Ториэль умирает с одного удара, являясь одним из сильнейших монстров. Помним, да, что она монстр-босс, как Асгор. И перед смертью ей смешно. Ведь она осознает, что... Ее можно захуярить? Все это время защищала не ребенка, а подземелье. Потом Флауэль говорит, что наш путь это вондерфул айдиа. И что он намерен вместе с нами уничтожить все подземелье. Нихуя! И не все сразу. Я уверен, что вы скучали по... А вот чел, похоже, нет. Потому что он никак не отреагировал на эту выходку Санса. Папирус вообще не узнал в челе человека. Более того, ребенок даже не делает вид, что ему интересно с этими двумя. Хотя Санс всячески намекает, что было бы классно подыграя на Папирусу. Да что уж там, решать головоломки в принципе не нужно, ведь их решил Флауэль. Это можно понять по переключателю с давленным лозой. И Санс, видя наш вондерфул айдиа путь, дает дружеский совет. Так, прикол. А чел продолжит в том же духе. Теперь перед сохранением некое чутье подсказывает тебе, сколько осталось персонажей на локации. И я думаю, понятно, что нужно делать, да? Я, кстати, заметил, что в начале снежной локации на тебя монстры нападают поодиночке. Но часто. А на мосту, перед Снежградом, они нападают парой, но реже. Кстати, когда ты убиваешь чьего-то напарника, выжившие реагируют на эту смерть. Например, если убить жену Дагамия, Дагаресу, то пес впадет в депресса и будет убить с одного удара. Это заставляет почувствовать, что твои действия влияют на мир. Больше нет той дружелюбной атмосферы. И это из-за тебя. Рано или поздно жертвы качаются, и мы идем к Папирусу. Он, будучи далеком, будет что-то верит, что каждый может стать хорошим, если просто попытается. И он хочет стать наставником человеку. Но челы это все так же не волнуют. Скелет не ожидал удара от ребенка, но от своих слов не отказывается. Даже после этого он продолжает верить в человека. Кто в человека не верит точно, так это рыба. Сейчас она точно убеждена в своих взглядах, что люди опасны. А вот монстренок, похоже, вообще не вдупляет. А денег больше становится у персонажей? Чё происходит? Андайн ему мягко намекает, что с нами лучше дела не иметь. Кстати говоря, теперь чутье еще и останавливает игрока, если он еще не всех истребил. И в целом водопаде больше не чувствуется. Чё, блядь, в этой игре прыгать можно? Чё нахуй? Игрока, если он еще не всех истребил. И в целом водопаде больше не... А, это он просто обошел так филигранно. Я просто подумал, что прыгнуть ему... Не чувствуется волшебным местом. Атмосферная музыка пропала, а эхо цветки молчат. Еще стоит упомянуть продавца Герсона. Он не боится челы, ведь знает, что из-за игровых условностей убить продавца нельзя. Также он всячески занижает чела и говорит, что верит в то, что кто-то, кто никогда не сдается, победит ребенка. Ну и конечно же, он имел в виду монстренка. Я весь дрожу от страха. Ой, Андайн что-то приперлась. Она также умирает с одного удара... Ээээ, стоп, нет. Она находит в себе силы и превращается в бессмертную Андайн. И, о боже, как же этот бой для меня много значит. Помню, в детстве, когда проходил геноцид, я рыдал, убивая ее. Потому что наши взгляды на жизнь похожи. Да, я тоже думаю, что главное не сдаваться, и тогда ты сможешь добиться своей цели. Андайн не сдалась, но она не добилась цели убить человека. И это из-за меня. Я, по сути, своими руками, своими же действиями доказал себе, что ты можешь проиграть, даже если не сдаешься. И это было жестоко для моего ранимого сердечка. Сейчас, проходя геноцид, мне кажется, что ее цель была не убить человека, а скорее задержать. Она говорит, что Альфис уже передала всю инфу от Сгору и скоро начнет эвакуировать жителей. Возможно, я просто успокаиваю себя, но если так посмотреть, то своим стремлением и своей жизнью она все же добилась цели. И благодаря героической Андайн много монстров будут спасены. Это удивительно, насколько сильно геноцид задевает, особенно после прохождения пацифиста. Ведь ты только всех сделаешь счастливыми, а теперь лишаешь их надежды. Покойся с миром, Андайн. Ты сделала все, что могла. Отправляемся в жаркоземье и встречаем Метатона. Он говорит, что Альфис немного занята эвакуацией и валит. Ну и дальше мы занимаемся тем, чем занимались ранее. А именно, лишением жизни. Я тут еще заметил, что не только у главного каста какие-то загоны, но и у второстепенных монстров. Лукса, например, дразнят. И если его не дразнить, то можно обойтись пощадой. Сноу Дрейк хочет стать комиком, но отец в него не верит. Если посмеяться над его шутками, показав, что он неплохой комик, то можно обойтись пощадой. Смуляна стыдится своей песней. Но если попеть с ней, то можно обойтись пощадой. Байропу вот холодно, хоть он и огонь. Если его греть, то он будет доволен. А значит что? Можно обойтись пощадой. Видите, у каждого персонажа здесь есть какой-то конфликт, каким бы странным он ни был. И ребенок как бы помогает справиться с этим конфликтом. В титрах пацифиста даже будет написано, кто как изменился желтым шрифтом. Поэтому, в целом, весь Андертейл можно считать такой историей исправления. И ты либо поможешь заблудшим душам, как в пацифисте, либо растопчешь их надежды и мечты, как в геноциде. Если ты не останешься равнодушным, то тебе тоже будут готовы помочь. Если ты тварь, то все будут держаться от тебя подальше. Игра доносит такую простую мысль посредством убийства. Потому что лишение кого-то надежды, смысла жизни, равноценное убийство. Ну ладно, Хотланд и ядро мы почистили. Тоша Медотуша... Чё-то он как-то быстро проспидранил, нахуй. Уже заждался. Но он немного переоценил себя. Мы снова попадаем в черно-белую локацию. Но теперь не монстры, а Флауи нам рассказывает свою историю. Ну, то есть не нам, а первому человеку. Вы же помните, что Флауи видит во фриск первого человека и называет соответствующе? Так вот, на геноциде он прям буквально теперь воспринимает человека как своего погибшего друга. Цветок рассказывает, как перестал испытывать эмоции и как познакомился со своими новыми силами. Флауи появился случайно, в результате эксперимента Альфис над решимостью. Так в каком-то цветке остался прах Азриэля. И соединившись с решимостью, Азриэль стал цветком. А решимость имеет свойство использовать сохранение. Вот он и рассказывает, как офигел от этой силы. Как сначала использовал сохранение во благо, но потом ему просто стало скучно, и он решил стать негодяем. И тогда ему тоже стало скучно. В один момент варианты просто закончились. И тут появляется фриск, с решимостью сильнее, чем у Флауи. Он привнёс что-то новое, и с ним интересно играть. А при геноциде он во фриск узнал первого человека, её каноничное имя Чара, кстати. Да, сейчас я буду по канону всех называть, никаких челов больше. А то все, в том числе и я, запутаемся дружно. Так вот, Чара... Да, сейчас вот душнина какая-то уже нахуй пошла. ...человек была довольно специфичным ребёнком. О её взаимоотношениях с Азриэлем можно узнать из лаборатории Альфис. Можно заметить, как Чара манипулировала Азриэлем. Например, ей не нравилось, что Азриэль ранимый. И она... То есть это не про меня было видео? ...на записи будто упрекает его в том, что он плачет. А однажды они вообще отравили Азгора, смазав пирог лютиками, а не желтками. Очевидно, Азриэль этого не знал, а вот Чара знала. И похоже, Азриэль не замечал всех этих выходок, считая Чару своим другом. Ну, в силу своей доброты. Только вот сейчас, когда Азриэль видит цветка, не чувствует эмоций, он может здраво оценить Чару. Теперь он понимает, что из себя представляет первый ребёнок, и поэтому он начинает испытывать страх. Возможно, часть Азриэля во Флауэ начала понимать, кем был его друг на самом деле. И не только это его пугает. Он видит, насколько сильна стала Чара во Фриск. И понимая, что для Чара он ничего не значит, он боится, что и его может постичь та же участь, что и подземелье. Следующая комната, зал суда. И я уверен, что даже те, кто в Undertale не играли, знают, что сейчас будет происходить. Нас приветствует Санс, и он задаёт вопрос. А веришь ли ты, что даже самый худший человек в мире может измениться? Это явная отсылка на Папируса, ведь он-то верил. Но Фриск уже одержим Чарой, и сам подходит к Сансу. Из-за чего скелету приходится начать бой. Он там говорит, что погодка зашибись, плюс 20 градусов по Сельсию. Вообще, самое время для игр на улице. Какого? Чё происходит? Чё происходит? Чё происходит? Эээ, дорогой, давай ты больше не будешь так пугать. Нихуя. Санс сдержал слово данное... Больше не будешь так пугать. А почему у него ХП какие-то разные? 92. Нихуяся. Тогда в этой топовой броне имеется смысл вообще хобби. Санс наносит всего один урон, но у его костей есть что-то типа отравления, которое также блокирует реальную обезвимость. И свою слабость он компенсирует количеством атак. Санс не может как Асгор сломать интерфейс, но может мешать костями. Только у всех есть слабые места. Санс, вот используя такое разнообразие своих сил, быстро устает. И в один момент он даже щадит игрока, называя его другом. И если пощадить его в ответ, то он прикончит ребенка. Почему он не использовал эту силу раньше, один Санс знает. По книге мовера он скажет, что если мы реально друзья, то ты больше никогда не вернешься в эту игру. В этом, кстати, и заключается задача Санса. Он знает, что ему не победить человека, ведь игрок умеет пользоваться сохранением. И он делает все, чтобы игроку надоело пытаться пройти дальше. И с этой задачей он справляется. Ну реально, один просчет и тебе хана. Ну а пока я пытаюсь выжить, предлагаю обсудить фандом Андертейла. Ведь он специфичный. Не будем игнорировать слона в комнате, сам Андертейл быстро забыли с появлением вселенной. И ого господь, сколько их породили. Андерфел, Андерсвап, Свапфел, Апертейл, Андерфейл, Оушентейл, Хоррортейл, Инктейл, Эррортейл, Афтертейл, Альтерсвап, Бёртейл, Подземки на блин. И это даже не половина. Зачастую большое внимание уделяется именно Сансам из разных вселенных. Например, та же вражда Инка и Эррора. Ну или не вражда. Я знаю, чем Санс так всем нравится, но отрицать его культовость бесполезно. Ведь это подтверждает множество песен, артов и... Пэрингов. Чёрт возьми, их дофига. Вселенных много? Ну тогда пэрингов во столько же раз больше. И не доводят до страшных вещей. Беременный от папируса Санс. Всё, жизнь меня к такому не готовила. Ты носишь моего ребёнка. Ты не в порядке. Да, чёрт возьми, это ненормально. Если продолжи смотреть, я утоплюсь. Да, как скажешь. Я как раз хотел закрыть глаза. Ты тоже это чувствуешь? И если ты про крин, что да. Я понимаю, что тебе больно. Да, очень больно. Ну там дальше Санс сражает двойню, ну... И конечно, в фандеме много кринжа. Очень много. Я вообще хотел бы, знаете ли, ну, посмотреть видео. Или как насчёт комикса воспоминания, где рассказывают о прошлом Санса с папирусом и тяжёлой жизни уратьев после героической смерти их матери. Или чёртов реалистичный Андертейл, о котором, наверное, знают все обитатели фандома. Там происходит такой абсурд, особенно под конец. Но наблюдать за этим всё равно весело. И всё это правда классно, но сам Андертейл будто уходит на второй план. Понемного забывают персонажи, помимо Санса с папирусом. Забывают ту мораль и те уроки, что несла игра. Нет, конечно, это всё нормально, потому что много времени прошло с момента выхода игры. Но от этого как-то и грустно. Андертейл для меня больше, чем просто игра. Да и вообще, мне кажется, что эта вселенная больше, чем просто история с несколькими концовками. Так что любите хоть беременного Санса. Но не забывайте оригинальную историю Андертейл. Кстати, пора вернуться в игру. Как там мои успехи? Куда, куда, куда? Оп! Оп! Оп, живем, 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 живем! Нет, не живем. Так, ещё попытка. Ю-ху! Туда, сюда, туда, сюда! Жук! 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 Так-так-так-так-так-так! Да чёрт тебя сожрёт! Так-так-так-так-так-так! Ю-ху! Я сделал это! Сейчас будет особая атака Санса. Если вы не поняли, то это она и есть. Как я и говорил, Санс довольно смекалист. Вот он и смекнул, что если не будет действовать в свой ход, то ход игрока никогда не наступит. Но после той дискотеки, Санс сильно устал, поэтому он засыпает. И в этот момент Чара буквально ломает игру. Она стала настолько сильна, что способна менять интерфейс, чем и пользуется. Но Санса так просто не... А, ладно. Скелет, похоже, не просчитал, что душа находится на кнопке атаки. И может бить сколько угодно. Кстати, странно, почему Чара не забила его до смерти, а дала ему поговорить. Санс разочарованно встает и уходит за кадр, где и погибает. С этим моментом много всяких теорий связано, типа, Откуда у Санса кровь, если он скелет, а монстры состоят лишь из магии и любви? Возможно, это действительно не кровь, а кетчуп. А, возможно, и кровь. Ибо на протяжении битвы Санс говорил, что бросил попытки вернуться на поверхность. Может быть, он был человеком, и связь с загадочным гастером превратила его в монстра. Ях, это просто мысли вслух. Еще смерть скелета нам не показывают. Он уходит за кадр, и мы слышим звук распыления праха. Есть теория, что он не умер, но мне кажется, что все-таки он погиб. Просто потому, что ему нет особого смысла жить. Он ценит своих друзей, брата, но сейчас-то их нет. Да и какая разница, если все равно произойдет перезапуск, верно? Это также может объяснить, почему он не убил ребенка сразу, как при пощаде. Наверное, в нем боролись две стороны. Сделать игру непроходимой, или дать победить, чтобы эта концовка побыстрее случилась, и все снова сбросилось. Санс оставляет много загадок после себя, и, может быть, когда-нибудь мы узнаем, кто он, и что произошло на самом деле. Идем к королю Пакеда. Появляется Флауин, но Чара его даже не слушает. Она стала настолько сильна, что теперь Интона даже его захуярит, ебать. Стерфейс ей не нужен для убийства. О, а вот и она, кстати. Она говорит, что действия Фриск пробудили ее от смерти, и она предлагает игроку уничтожить этот мир и перейти к следующему. Чара дает выбор, который не сильно влияет на исход. Но, однако, если выбрать не уничтожать мир, то первый человек удивится и скажет, мол, ты, должно быть, не понял, а с каких это пор ты тут главный? И убивает игрока. Это очень занимательный момент, потому что Чара тебя как бы ставит на место, говоря, что, алё, ты заигрался. Почему ты думаешь, что можешь решать судьбу какого-то мира, являясь простым человеком, залипающим в комп? В принципе, такую идею Тоби Фокс развивает в своей следующей игре Дельта Рун, где ты сначала выбираешь внешность и даже группу крови персонажа, а потом тебе говорят, что ты не вправе решать, каким ты родишься. Ещё интересно, к какому миру хочет перейти Чара? Возможно, в наш реальный. Вероятно, Чара выступает некой такой тёмной стороной человека, который считает себя богом и думает, что способен отбирать чужие жизни просто потому, что может. А в наше время такие люди, к сожалению, не редкость. И ведь на геноциде мы себя так и ведём, то сознание этого даже немного не по себе, потому что пусть это просто видеоигра.